МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Первом Приднестровском праздничный выпуск новостей. Добрый вечер в студии Виктория Головина. Сегодня, 12 апреля, 70 лет со дня освобождения многих приднестровских городов от немецко-фашистских захватчиков. 970 дней и ночей оккупации унесли десятки тысяч жизней в нашем регионе. Освобождение Террасполя, так же, как и большинство городов Приднестровья, связано с масштабной Уманьско-Баташанской операцией, которая была осуществлена в 1944 году силами трех украинских фронтов. О том, как отмечают 70-летие свободы, смотрите в этом выпуске. Красное знамя, шествие ветеранов и митинг. В столице сегодня сотни людей пришли на мемориал славы почтить память погибших героев. Россия намерена активизировать гуманитарное сотрудничество с Приднестровьем. В день 70-летия освобождения в столицу приехали российские гости Фарид Мухаммершин и Константин Косачев. Бронетранспортеры, зенитные пушки и разведывательные машины в Террасполе прошла выставка военной техники. 66 лет подряд традиционный столичный завет проходит в любую погоду, как прошла эстафета освобождения сегодня. И записки в прошлое от живых хранителей истории. Акция первоприднестровского лица победы продолжается. Символ воинской чести, доблести и славы – красное знамя. Это с ним в апреле 44-го в Террасполь пришла свобода. Сегодня, 70 лет спустя, победное полотнище вновь на здании театра. В столице реконструировали историческое для города событие – освобождение. Как это было, знает Ирина Полесика. 70 лет назад, 12 апреля 44-го, в Террасполь вошли стрелковые дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта. Так для терраспольчан закончились долгие дни румынской оккупации. Красное знамя. Оно всегда находилось со своей частью. Но какой ценой? Сегодня утром на рассвете была поймана подпольщица. Она расклеила на листовке на стенде возле рынка. Отлично. Введите ее сюда. Информация о том, что пойманная девушка подпольщица, подтвердится. Начнутся допросы, угрозы в адрес близких, но безрезультатно. Меня застреливайте, их не трогайте. Они не в черные, не в дерматых. Таких историй в военные годы были сотни. Ради победы люди жертвовали собственной жизнью. Только в Террасполе за время оккупации погибли 4 тысячи человек. Треть из них – евреи. Все переживали. Все болели за то, чтобы добиться победы. И фронт, и тыл были едины. Даже, наверное, в тылу труднее было жителям, чем нам на фронте. Мы хоть воевали, так нас снабжали. В годы войны Виктор Иванович был связистом в артиллерийской батарее. Говорит, победы ждали, как самого светлого чуда. Ждали долго. На подступы к Террасполю советской армии удалось подойти в конце марта 44-го. Но штурм начался лишь вечером 11 апреля с Ближней Хуторской балки. После нескольких часов боя над зданием театра водрузили красное знамя. Это было утро 12 апреля. Каждый должен помнить то, что происходило. Потому что, во-первых, наши предки делали это для нас, чтобы сейчас у нас все было хорошо. А во-вторых, таким образом мы показываем свое отношение к их подвигу. 970 дней боли, горечи и ожиданий. С победными выкриками солдат они ушли в прошлое, чтобы навсегда остаться в памяти, в настоящем и будущем. Ирина Полесик, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский. После водружения Красного Знамени на здание театра, колонна ветеранов и жителей города отправилась на мемориал воинской славы. По традиции, там прошел митинг. Почтить память павших освободителей столицы Приднестровья и возложить цветы пришли первые лица государства. Татьяна Коркина обо всем подробнее. Когда до начала шествия остается немного времени, Игорь Васильевич фотографируется у легендарной боевой машины, танка Т-34. Сегодня на мужчине и его товарищах форма тех, военных лет. Говорит, надеть ее в день освобождения города особая честь, ведь в его семье тоже есть свой собственный герой, ветеран Великой Отечественной. Отец мой был отправлен на фронт в 1945 году. Это наша память, память наших отцов. И мне приятно стоять одетым в этой форме, в этот праздничный день, день освобождения Террасполя. Еще несколько минут и первая в колонне 34-ка трогается с места. За ней военная техника времен Великой Отечественной. Это два мотоцикла, а над ними возвышается красное знамя, будто возвещая о том, что город уже освобожден. Впереди юнормейцы, ученики столичных школ. Затем ветераны, руководство и жители города. Война коснулась каждую семью. И у многих, кто идет в колонию на мемориал славы, есть история своего героя. Отец у меня воевал и после ранения умер от ранения. Поэтому, конечно, мне кажется, тут все, кто идет, все равно связаны. Где-то прадед, где-то бабушки, где-то дедушки. Подпольщики. А тем более, что тут такой район как раз. Дедушки наши и мой отец, герои отечественные. И еще у нас даже здесь есть родственница, которая освобождала Террасполь, похоронена. Отцы, матери, дедушки или для кого-то уже прадедушки. Их имена знают. А историю из военной биографии передают из поколения в поколение. Мой дедушка, он ветеран Великой Отечественной войны. Он прошел Вторую мировую войну и вернулся домой с победами, с медалями, как герой. Про дедушка я знаю, что он был героем. Он два раза попадал в плен и благополучно его освободили. В руках цветы, на лицах улыбки. В колонне горожане всех возрастов. От самых старших до самых маленьких жителей Террасполя. Путь от драмтеатра, где 70 лет назад водрузили знамя победы, до мемориала воинской славы своеобразная дорога памяти. Пройти ее, несмотря ни на какие обстоятельства, сегодня пришли сотни горожан. День освобождения – это отправная точка в истории освобожденного, возрожденного Террасполя. В шествии к мемориалу – своего рода ритуал. Сегодня все внимание приковано к тем, кому удалось пройти все тяготы военного времени и выйти из боев целыми и невредимыми. Могилы наших близких, родных находятся от Сталеграда до Берлина, на сопках Маньчурии. Десятки тысячи преднестровцев предоставленной армии воевали по войне. Почти половина не вернулась. В 1992 году в Приднестровье опять столкнулось с румынским фашизмом. Мы одержали победу, победу над самым страшным явлением в истории человечества, всех людей и народов – победу от Ильдеркина, на Сыну. И эта победа с нами, и мы ее совершенно точно никому не отдадим. И поэтому в этот день нас, россиянам, очень важно видеть, как этот праздник с 50-летием освобождения Герасполя и Приднестровья отмечается здесь. Потому что здесь этот праздник отмечается абсолютно так же, как он отмечается у нас в России. И поэтому сегодняшний праздник с 50-летием освобождения Герасполя – это и наш российский праздник. Мы с вами. От президента республики венок и низкий поклон тем, кто отстоял родную землю. Цветы и благодарность освободителям. И, конечно же, тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной и от гостей республики, а также от членов правительства. Важный день. Важный для ветеранов, важный для руководства республики, а главное – очень важный для будущих поколений. Потому что это уроки истории. Это история, которую мы должны помнить и передавать будущим поколениям, для того, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Одна из главных частей митинга – передача Террасполю от Григориополя эстафеты памяти. Это гильза с землей из всех районов Приднестровья. Город освобождал многонациональный крест и народ. И поэтому я основываю покоясь в лесу. И находимся здесь, в легендарной танцкой 304, которая как верный счастливой охраняет покой, в лесу, 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 в лесу. После возложения цветов – выступление роты почетного караула, как образца воинской выправки. Сегодня сотни людей пришли на мемориал почтить память погибших героев. Многие здесь с детьми, чтобы сохранить связь поколений. Горожане говорят, нельзя забывать страшную трагедию и тот подвиг, который совершили советские солдаты. Татьяна Коркина, Тимофей Чекан, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. В праздничных мероприятиях сегодня приняли участие посол России Фарид Мухаммедшин и руководитель Россотрудничества Константин Косачев. Вместе с главой нашего государства Евгением Шевчаком гости пообщались с ветеранами. После этого последовала официальная встреча, на которой Константин Косачев отметил, что Российская Федерация намерена активизировать гуманитарное сотрудничество с Приднестровьем. Андрей Малеванный расскажет подробнее. Константин Косачев, российский дипломат и политик. В бытность депутатом Госдумы России неоднократно бывал в Приднестровье. Сегодня он руководит федеральным агентством Россотрудничества. В новой должности Косачев в Тирасполь приехал впервые. Повод серьезной 70-летия освобождения столицы Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня все внимание ветеранам. Президент в сопровождении гостей идет к тем, кто десятки лет назад обращал врага в бегство. День действительно очень важный, конечно, для Приднестровья, но он важен для всех, кто знает свою историю, кто понимает, что это была за война, какой она была для нашего народа. Правда, ветеранов сегодня больше волнуют не дела давно минувших дней, а настоящее и даже будущее Приднестровья. Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил в городе Тирасполь обращается к вам, чтобы вы, как говорится, ускорили процесс признания Приднестровской Молдавской Республики, потому что мы благодарим вас за Крым, но мы-то тоже россияне, правильно? А мы тоже очень хотим. Помогите нашему президенту добиться международного признания республики, просят ветераны российского чиновника. Константин Косачев говорит, с нынешним руководителем Приднестровья знаком уже более 10 лет. За это время сложились не просто рабочие, а даже дружеские отношения. Те настроения, которые я здесь чувствую, которые вы сейчас высказываете, я обязательно передам Москве, передам России. Они нам, конечно же, хорошо известны, и душой и сердцем мы с вами. Константин Косачев пообещал активизировать работу с Приднестровьем по линии Россотрудничества. Ветераны поблагодарили гостя за визит в республику и откровенный диалог. После митинга официальная встреча в администрации президента, но и здесь сначала говорят о великом подвиге советского народа. Евгений Шевчук рассказывает, на фронтах Великой Отечественной воевали около 60 тысяч жителей современного Приднестровья. Половина из них домой не вернулись. Очень для нас ценно и дорого, что в этот день с нами находятся наши российские коллеги, наши друзья, государство, которое вынесло основную тяготу всей Второй мировой войны. В составе Советского Союза воевали все народы, но Российская Федерация унесла основной вклад России, народ России в победу над фашизмом. Поэтому, пользуясь случаем от имени всего Приднестровского народа, государственного власти, хочу поблагодарить вас, Вас, господин посол, вас, коллеги, за то, что вы с нами. Далее предметный диалог. После встречи Константин Косачев говорит, что был сконцентрирован на вопросах компетенции Россотрудничества. Мы имеем поручение президента Российской Федерации об открытии здесь Российского Центра науки и культуры. Остается найти форму реализации этого поручения. Уже принимаются на уровне нашего федерального агентства очень конкретные, практические решения, потому, чтобы здесь в самое ближайшее время разворачивать, еще раз повторю, в приемлемых форматах активную работу и по поддержке распространения русского языка, по налаживанию молодежных обменов, образовательных обменов, по оказанию содействия в развитии здесь русской школы, системы высшего образования. По утверждению Косачева, все, что входит в понятие гуманитарного измерения внешней политики, обязательно будет реализовано в Приднестровье. В подтверждение этому уже сегодня было подписано соглашение о взаимодействии главного вуза республики с Россотрудничеством. Андрей Малеван, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. 970 дней под гнетом оккупантов был Слободзейский район. События 70-летней давности вспоминали сегодня и в этом населенном пункте. Почтить память своих погибших товарищей пришли свидетели той войны. 8 августа 1941 года фашистские войска занимают территорию Слободзейского района. С этого дня и еще долгих три года длится тяжелый период оккупации. События этих лет отчетливо помнит и Григорий Куницын. Как каждый день прилетали фашистские самолеты, как их отбивали и как на глазах гибли друзья. Время после вечера утра тысячи людей сразу заговорили. Как вся стена дорожала от выстрелов. Артелия отбила более двух часов с половиной. За годы оккупации на полях сражений за Слободзейский район погибло более 6,5 тысяч солдат и офицеров советской армии. Но в мирные дни героев победы все чаще забирает не менее безжалостное время. Еще 10 лет назад, в 60-летие освобождения, праздновали более тысячи ветеранов. Сегодня в районе их осталось всего 88. Разрешите мне от имени государственной администрации сердечно поздравить вас с 70-летним освобождением города Слободзея. Пожелать всем вам здоровья, мира, добра, признания и процветания нашей республики. На небольшой скамейке три фронтовых товарища. Три ветерана из девяти оставшихся в живых в городе. Каждый из них – живая история. Петр Морарь просто не смог остаться сегодня дома. Несмотря на плохое самочувствие, он здесь. Говорит, не мог упустить и без того редкого случая встретиться с боевыми товарищами. И вспомнить тех, кто так и не дожил до весны освобождения. Здесь самолеты кружили над селом зея, бомбили. Погиб мальчик в возрасте 12 лет, наверное. Погибли мои два товарища, которые ходили в школу, ходили на стадион, на футбол, купались в речке. Горзину с цветами от имени президента Приднестровской Молдавской Республики Евгения Васильевича Шемчука к мемориалу славы возлагает глава государственной администрации Слободзейского района и города Слободзей. Минута молчания, живые цветы и белые голуби – символы мира, чтобы над этой землей больше никогда не раздавались выстрелы. Я сама из Белоруссии, у нас этот праздник точно так же празднуется, это святой день. Прадед служил, и еще один прадед служил, оба были партизанами в Брянске и погибли под брянскими лесами, остались без вести пропавшими. Я благодарна ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они защитили нашу страну и наше государство. Несмотря на погоду и пасмурное небо, для тысяч жителей Слободзей этот день стал одним из самых солнечных в самой страшной войне человечества. Мне кажется, порой, что солдаты... Сузанна Авакян и Николай Биркеншток, Первый Приднестровский телеканал. Выразить благодарность освободителям от немецко-фашистских оккупантов собрались и жители Григориополя. Со дня освобождения района тоже исполнилось 70 лет. Там побывал Ярослав Богат. Ветераны, школьники, горожане. На центральной площади сотни людей. В руках у каждого живые цветы. Ни дождь, ни ветер не помешали им прийти на митинг в честь освобождения родного города. 970 дней Григориополь находился под оккупацией. Татьяна Куркина ушла на фронт в 15. Была медсестрой в военно-санитарном поезде. Ветеран вспоминает, что при любой вести о новых освободившихся территориях страны эмоции зашкаливали. Таких светлых дней, сколько радости было, что не передать даже словами. Мы ни на что не... Мы просто радовались и все. Нам ничего было не нужно. В ходе боев на территории Григориопольского района погибло более 5000 советских солдат. Сегодня в память о них григориопольские школьники развернули гигантскую георгиевскую ленточку. Ее длина 10 метров. Это память о героях, впавших в бою. И это символ, что мы будем помнить всегда. Дорогие ветераны и участники сегодняшнего митинга. Мы благодарны советским воинам-освободителям, партизанам, подпольщикам, всем тем, кто освобождал район, организовывал сопротивление в тылу врага. Многие из них отдали жизни за победу, за нашу свободу. После окончания митинга ветеранов поздравили школьники. Затем григориопольчане возложили цветы к вечному огню и памятникам героям Великой Отечественной. Ярослав Богат и Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал. 12 апреля от немецко-румынских оккупантов были освобождены и дубосары. В боях за район сложили свои головы около трех тысяч советских солдат и офицеров. О Дне освобождения там наш следующий сюжет. К вечному огню сегодня пришли представители разных поколений. Школьники, военнослужащие дубосарского гарнизона, представители общественных организаций и партий. У братской могилы поклонились павшим освободителям города. Всегда мы будем помнить и вечно благодарить тех, кто полив своей кровью нашу землю, кто сложил головы здесь за эту победу. При освобождении дубосарского района погибло около трех тысяч советских солдат. Столько же дубосарцев сложили свои головы на других фронтах Великой Отечественной. В этом году 70-ю весну освобождения встретили лишь 29 героев Великой Победы. Жители города дубосары были очень рады и встречали освободителей со слезами на глазах. Потому что ни один город Приднестровья не потерял столько, сколько потеряли, было расстреляно у нас в дубосарах. 18 тысяч человек только еврейской национальности. Мы никогда не можем забыть то, как мы прожили те три года оккупации. Очень приятно от имени отца поздравить всех тубосарцев с этой замечательной датой. Пожелать всем тепла, мира, благополучия, счастья, здоровья. Чтоб больше никогда никто на этой земле не услышал свистопуль. О свисте пуль Галина Олимпиева знает не только из рассказов отца. В 92-м она возила еду на передовую тем, кто защищал город от националистов Молдовы. О Приднестровской войне и о будущем республике на мемориале воинской славы сегодня тоже говорили. Путем вооруженной агрессии здесь ничего нельзя решить. И мы с вами должны четко знать, что у нас есть силы и возможности отстоять свою независимость, отстоять право жить так, как мы хотим. Сегодня Молдова объявила нам новый виток блокады. А учитывая ситуацию на Украине, у нас будут очень тяжелые времена. Поэтому я убежден, если мы будем вместе, если мы будем едины, мы сможем выставить и добиться признания нашей республики. А мы сегодня к этому очень близки. Память героев Великой Отечественной и тех, кто положил голову на алтарь независимости Приднестровья, почтили минутой молчания. Памятную корзину от президента Приднестровской Молдавской Республики Евгения Васильевича Шевчука к вечному огню возлагает глава государственной администрации Дубосарского района и города Дубосары Федор Григорьевич Ковалев. Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения края от немецко-фашистских оккупантов, проходили на площади Победы. Начались они с церемонии поднятия флагов города и республики. Это почетное право предоставили ветеранам Великой Отечественной и юно-армейцам. Затем горожане принимали поздравления от руководства района. Чем дальше от нас уходят эти годы, тем глубже осознание великого подвига советских людей, мужества, силы и духа, и самоотверженности. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, не забудем женщин, заменивших мужчин в тылу. У меня оба дедушки воевали. Гоцуенко Николай Иванович и другой дедушка Ковальчук Орефий. Горжусь и своими предками, и всем советским народом. И несмотря на то, что Советский Союз сейчас распался, хочется пожелать, чтобы все-таки на территории бывшего Советского Союза был мир. И очень хочется пожелать нашей республике, чтобы мы были признаны, и чтобы у нас был такой праздник, как в Крыму. Мы достойны. Мы выстояли. Мы столько существуем уже де-факто, что я думаю, что де-юре это вопрос, вот скоро разрешится. После праздничного концерта с Площади Победы стартовала эстафета памяти «Слеза на граните». Инициаторами выступила молодежь Дубасар. Ребята решили в этот день побывать на всех братских могилах, где захоронены солдаты Великой Отечественной. Таким образом решено еще раз почтить память тех, кто погиб, защищая Родину. Денис Кириллов, Анжела Каранчук и Семен Баланко, Первый Приднестровский телеканал. Ровно в 12 дня на 60 секунд в безмолвии застыла столица. Общегородской минутой молчания в Террасполе почтили память невернувшихся защитников города. Минута молчания – это минута горечи и радости одновременно. Бой курантов в столице ровно в полдень был единственным голосом города. Пешеходы и водители отдали дань памяти героям. Долг любого жителя нашего родного края – почтить память героев, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашей головой. Поэтому также молодое поколение Приднестровской Молдавской Республики очень чтит, уважает и равняется на наших отцов, дедов и прадедов. Каждый приднестровец знает, за что он благодарен ветеранам. За мир, который они нам подарили. Я благодарен ветеранам за освобождение нашей земли. Вообще за все благодарен, за то, что мы вообще есть на этом свете. Накануне Дня освобождения на столичном мемориале славы прошла акция «Свеча памяти». Зажечь огонь в памяти героев Великой Отечественной террасполчанам не помешала даже плохая погода. За каждой свечой чья-то судьба и чья-то история. Зажигая огонь, горожане будто отправляют своеобразное послание своим героям, отдавая дань чести и памяти. Одни люди пристально всматриваются в игру пламени, а другие обращают взор к небу. В этот вечер зажечь огонь в благодарность своим героям жителям столицы не помешали даже сильный ветер и дождь. Кто-то пришел на святое для террасполчан место, чтобы посвятить свечу памяти своему деду. Другие просто хотели склонить головы перед погибшими героями войны. Я хотел отдать дань памяти тем, кто положил свои головы ради нас. Просто в этом мире, в котором мы живем, сейчас можно увидеть на каждом шагу пренебрежение и просто жестокое отношение и к ветеранам, и к тем памятникам, и к тому, что они оставили для нас, будущих поколений. Меня это до глубины души оскорбляет, и я не хочу, чтобы у нас в Приднестровье такое происходило. Среди митингующих особое внимание к себе привлекали участники велоклуба. В моей семье воевали два деда. Один прошел с Белоруссии до Берлина, а второй прошел с Мурманска до Берлина. Сегодня очень знаменательный день, и мы в такой спортивной компании в хорошую погоду пришли почтить память тем, кто 70 лет назад освободил наш город от немецко-румынских захватчиков. Более сотни зажженных свечей сложились в юбилейную цифру 70. Именно столько лет прошло со дня освобождения города от фашистских захватчиков. На мемориал пришел и Анатолий Хвостик. Во время оккупации ему было всего 8 лет. Война забрала у ветерана старшего брата и на много лет разлучила его с сестрами. Для меня этот день еще как бы сказать семейный, потому что мы пережили такую большую трагедию. И я находился на оккупированной территории ровно два года. В школу не ходил, потому что в школе были фашистские законы, которые меня не удовлетворяли, отца не удовлетворяли. По словам организаторов, такие мероприятия важны для современной молодежи, чтобы о войне они узнали только из книг и из уст очевидцев. И никогда не пережили подобное. Александра Комплеева, Александр Тыш, Первый Приднестровский. В сегодняшней дате был посвященный торжественный вечер во славу освобождения. В городском дворце культуры были организованы концерт и тематическая выставка. Рассказывает Станислав Стоянов. В фойе столичного дворца культуры для гостей торжественного вечера сотрудники музея подготовили выставку. Прикоснуться к памятникам боевой славы смогли все желающие. Фотографии, предметы военного быта, котелки, кружки, керосинки, форма советских солдат и даже мундир, герои Советского Союза, генерал-лейтенанта Владимира Бачковского. Все это по крупицам собирали сотрудники столичного музея долгие годы. Фотографии, документы, личные вещи приносили в музей и сами ветераны, а также их дети, родственники, их друзья, предметы какие-то. Люди иногда находили на чердаках у себя, в огородах находили часто. Таким образом пополнялась музейная коллекция вот такими предметами. В переполненном зале не так много ветеранов. С каждым годом участников Великой Отечественной остается все меньше. Их героический подвиг навсегда останется в памяти нынешних поколений. Смелость, стойкость и вера в победу достойны самого глубокого уважения и признательности, отметил министр обороны, зачитывая поздравления президента. 12 апреля мы чествуем ветеранов войны и склоняем головы перед вечной памятью тех, кому не удалось вернуться с полей сражения. Уверен, что продемонстрированный вами пример отваги и самопожертвования во имя спасения нашего народа станет важной составляющей патриотического и духовно-нравственного воспитания нашего молодого поколения. 970 дней именно столько длилась оккупация Террасполя. За это время в городе были расстреляны более 4 тысяч человек. В те годы захватчикам активно противостояли подпольщики. Александре Михайловсенко было всего 12 лет, когда она вступила в подпольную организацию. 12 апреля для нее, как и для многих ветеранов, не только праздник, но и День памяти. Без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Поэтому по вспоминаниям о прошлом придается так много значения. На сцене Дворца культуры участники творческих коллективов воспроизвели события тех лет, когда в мирный Террасполь ворвалась война. Тяжелое расставание с мужьями, сыновьями, братьями, долгие годы ожиданий и мучений. И, наконец, победа. Выступления творческих коллективов, песни военных лет заставили ветеранов погрузиться в воспоминания. У каждого из них своя история войны и общая на всех победа. Станислав Стоянов, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Живые хранители истории. Дети, которые вмиг повзрослели, когда началась война. Они приходят к стене памяти у нашего телеканала, чтобы оживить воспоминания и написать записку со словами благодарности. Записку в прошлое. Акция Первого Приднестровского телеканала «Лица Победы» продолжается. Ветеран вооруженных сил Советского Союза. Воин-интернационалист. Обладатель множества боевых наград. Это Анатолий Хвостик сегодня. А в 1941-м, когда началась война и в его родное село пришли немцы, ему было всего семь. Вместе с больным отцом и матерью он провел в оккупации два года. Это были страшные годы. Оглядывались, чтобы кто-то кого-то не убил, чтобы не забрали, чтобы не расстреляли. Многих казнили даже на моих глазах. Это были очень страшные годы. Родное село Анатолия Сергеевича Советская армия освободила осенью 43-го. Он в подробностях помнит тот день. Тогда еще совсем мальчишки, они бежали за солдатами, не слыша свиста пуль и грохота снарядов. Сегодня он в очередной раз сказал спасибо воинам, которые 70 лет назад вернули родине свободу. Я сейчас праздную 12 апреля как свой праздник, потому что был в те разу освобожден. Значит, я считаю, что это наш единый праздник всего советского народа. О Галине Гук освободители вернули имя и фамилию. Долгих два с половиной года она вместе с мамой провела в немецком концлагере, где у каждого заключенного был только номер. Работа 24 часа в сутки, постоянные бомбежки. Об освобождении никто даже и мечтать не мог, говорит бывшая узница. Когда русские зашли сразу, сразу зашли к нам в обещание и говорят, здравствуйте, братья и сестры. Все молчат, все загухли. Они опять, здравствуйте, братья и сестры. Это мы, разведка. Все потом обняли, утречком раненько освободили нас и сказали, кто куда хотите, уходите, потому что немцы зайдут и вас опять сожгут. Сила духа, твердая, как медаль с надписью «Небокоренные», не позволила тогда сломаться. Они с мамой с горем пополам добрались домой, выжили. И теперь от войны осталась только память. Правдивая, беспощадная, вечная. Слова об этой незабытой истории теперь и на баннере нашего телеканала. Татьяна Лилица, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Бронетранспортеры, зенитные пушки и разведывательные машины. В центре столицы сегодня в честь праздника прошла выставка военной техники. Там работал наш корреспондент Наталья Цыку. Прадедушка мой погиб в танке. Он был как командиром танка. На него упал тнаряд и он погиб в танке. И он не успел вылезти из танка. И сгорел. О судьбе прадеда Павла Мирошкина мальчик знает со слов отца. К сожалению, рассказывает папа Илюше, могила ветерана находится далеко, в Петербурге. Однако в Террасполе их семья случайно нашла среди имен на братской могиле однофамильца воевавшего родственника. С тех пор каждый год они носят цветы на могилу другого ветерана, но тоже Мирошкина. Ветераны воевали, чтобы к нам пришла весна. И горят на них медали, и сыркает ордена. К военным машинам подходят и ветераны. Петр Федоров родом из села Роги Дубосарского района. На фронт ушел в 43-м году, попал в зенитную часть. А год спустя героически освобождал родное село от фашистских захватчиков. В 44-й год, когда немцы отступали, с 26-го числа они здесь были и один раз черт-менее расстреляли. Нас учили три месяца, вот эту пушку и тот пулемет, а потом после этого отправляли на фронт. Боевая техника на праздники повсюду. Даже в музеях города особым вниманием пользуются залы с предметами военной тематики. Сегодня здесь день открытых дверей. Мальчишки, как правило, сразу идут в сторону знаменитого пулемета «Максим». А на выставке особый интерес ребята проявляют к БТР и боевой машине залпового огня «Град», потомку знаменитой «Катюши». Наталья Цыку, Олег Коваленко, 1-й Приднестровский. В Террасполе сегодня состоялась и традиционная в день освобождения эстафета. Уже в 66-й раз по главной улице столицы бегут школьники и военнослужащие, работники предприятий и студенты. О том, как изменилось это мероприятие за многие годы и чем отличается забег этого дня от самого первого в сюжете Александра Кожухарь. Первая эстафета в честь освобождения Террасполя от немецко-фашистских захватчиков стартовала в далеком 1948 году. С тех пор стала ежегодной. Старожилы говорят, ее протяженность неоднократно менялась. Сначала спортсмены бежали от середины главной городской площади к драмтеатру и обратно, а затем было принято решение задействовать и вторую половину центральной улицы вплоть до мемориала славы. В этом году из-за того, что проходит мероприятие в центре города, это концерт, мы отрезали площадь, но в принципе будем сохранять в дальнейшем эстафету, как она была. В этом году не 19 у нас, а 14 этапов в связи вот с тем, что проходит концерт. В забеге принимает участие 64 команды, это более 900 человек. Организаторы говорят, несмотря на то, что дистанция стала меньше, желающих не убавилось. Общая протяженность эстафеты более 2,5 километров. Спортсмены должны добежать до бульвара Гагарина, после чего, выйдя на финишную прямую, возвращаются обратно на площадь. Открыли эстафету силовые структуры. Впервые в забеге принимают участие сотрудники следственного комитета. Сразу со старта вперед вырвалась команда МВД. Но примерно в середине пути первенство перехватили военные. И уже до самого финиша не сдавали позиций. Есть, нету профессиональных спортсменов, так как в команде Министерства внутренних дел. Поэтому каждый боролся до конца. Огромное им спасибо за то, что поверили, то, что мы можем побеждать. Одно из самых эмоциональных соревнований сегодняшнего дня – эстафета школьников. В ней приняли участие сразу 44 человека из 22 учебных заведений столицы. В итоге в нелегкой борьбе первое место досталось учащимся седьмой школы. Сначала бежала очень хорошо. На середине очень устала. Но моральчики помогли мне добежать хорошо. Я очень рада. В госадминистрации отмечают – такие мероприятия нужны городу, так как помогают вовлекать в спорт больше людей. Практически без ограничений по возрасту. Берем воритет на Россию. Сегодня это практически национальная идея в России. Для нас это тоже. Мы уделяем большую внимание развитию города в спорте. Посмотрите те мероприятия, которые мы провели в прошлом году. Впервые мы приобрели целый спортивный комплекс. А это значит, отметили сегодня, что и дальше спорт в Тирасполе будет только развиваться и выйдет на новый уровень. Александр Кожухарь, Александр Чабан, Первый Приднестровский телеканал. В этот день для террасполчан и гостей города был организован праздничный концерт. Это мероприятие тоже традиционное в День освобождения. Правда, в этом году из-за погоды выступление пришлось перенести с центральной площади на сцену городского дворца культуры. Погодные условия не стали помехой для празднования 70-летней годовщины освобождения нашего города. Для террасполчан подготовили концертную программу. В темную ночь ты, любимая, стай, не спишь. Одним из первых на сцену дворца культуры вышли музыканты оркестра главного штаба вооруженных сил ПМР. В репертуарный список включили всем известные произведения, такие как «Не забывай победы день», «Песни к 9 мая», а также военные композиции Юрия Батуева. В этот прекрасный праздник, 70-летие освобождения города, хочу пожелать здоровья нашим ветеранам, которые не пожалели своего здоровья и своих сил, для того, чтобы мы сегодня спокойно жили под мирным небом. По словам главного дирижера, музыкальный коллектив долго готовился к празднованию этой знаменательной даты. Песня хорошая была «Ты же выжил, солдат», хорошо исполнена, прочувствована. Ветеранам хочется пожелать, так сказать, они прошли всю войну, хочется пожелать счастья в жизни, чтобы им помогало больше государства, отделяло больше времени. Я надеюсь, что молодое поколение, которое смотрит это все, понимает, как тяжело далась нам победа и чего все это стоит. А ветеранам я пожелаю очень много терпения, здоровья, потому что многие уже, многим за 80, за 90 лет. История никогда не забывается, и мы будем помнить о ней всегда. Все произведения Оркестра Вооруженных сил ПМР также будут исполняться и в День Великой Победы 9 мая. Елена Костелей, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. И на этом наш выпуск завершен. Поздравляем вас с Днем Освобождения. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok